Привет, народ! Привет всем любителям птицеловам! Вот он долгожданный выходной. Надеюсь, с морозом будет не так, как всю неделю. Прохлопал я выход по ловле певчих птиц на выходных, поскольку был мороз до минус 20 градусов, не хотелось морозить птицу. Нашел вот такое место сейчас за городом, выходной, один из выходных. Вот здесь я хочу завтра поставить воск. Как раз такой пригорочек. Завтра будет ветер небольшой, но попробуем. Сейчас ветер у нас в направлении не знаю, но можно проверить. Как проверить? Сейчас покажу. Сейчас мороз, берем снег, такой рыхлый у нас, сыпучий. Подкидываем, смотрим. Блин, я подкидываю ровно, и у нас снег сдувает в ту сторону. Соответственно, у нас ветер будет как раз с этого, с этих кустарников будет как раз сюда. Можно было, конечно, там наверху поставить оску. Прочистить место между цехла. Кена, цехла Кена, поправьте, не помню. Вот. И там поставить оску внутри. Надо чистое место, не знаю. Завтра будет пастурная погода, сегодня было минус 20, и было солнце, поэтому я не выходил никуда. То есть примерно у меня будет вот отсюда начинаться оскар от этого места. И уходить будет вот туда. Вот так она у меня примерно будет. Ветер, как я уже сказал, я проверил. Мерзлый снег. Подкидываем и смотрим куда светит. Но он летит туда. Ну, оскар будет практически стоять вдоль ветра. Может, ветер у нас будет оттуда. Ну, немножко сюда будет пузить. Ну, в принципе, я не думаю, что птица будет с пригоркой отпускаться вниз. Хотя... Хотя... Возможно, я ошибаюсь. У меня появилась вторая снегурка. Как она была поймана в видео, к сожалению, нет. Поймал ее, тем более, не я. Нашел еще одно место, ребят. А ну, подскажите. На будущее, может, есть смысл здесь стоять? Такая просека. Небольшая. Веська спусками встанет. Зерносмесь с одной стороны, зерносмесь. Там ветка с другой стороны. Чтобы птица не рассмотрела воску впритык. Пролетала оттуда сюда, оттуда сюда. У нас здесь вокруг деревьев. Она может там садиться наверху и плевать будет. Вот не знаю. Короче, пишите в комментариях, какое из этих мест будет вам лучше. Не знаю. Утро вечера мудренее буду думать. Все зависит от погоды. И завтра будет мороз. Я никуда не пойду. Солнце наставать будет вот там. Поэтому некоторое время Оскар будет у нас в тени. Но завтра обещают пасмурную погоду, поэтому не знаю, что это. Поэтому буду даже вам сказать. Не успел, ребята, поставить камеру, блин. Спустилась три чижика. И снегурка одна еще. Даже не успел. Сумки не выставил. Не успел. Там есть чижики у нас по сути. Они там внутри, возле чижика. Вот здесь у нас две чижовки. Это одна. И вот с той стороны вторая. Я насыпал туда зерносмеси. Птицу надо поставить. Начни туда. Чижа пока не мерь туда надо поставить. Вот еще одна чижовка. Попалась. И там еще кто-то прилетел. Что ты будешь делать? Давай. Улетай. О, полетела. Эта вторая сейчас сама тоже выскочит наверно. С какой-то стороны. Стой. Часто это не пойму ничего. Блин. О, стой. Сама, блин. В общем, попалась чижовка еще раз. И, как вы видели, пролетела еще одна от той стороны. Попалось их три. Я их выпутал. И принялся ждать другую птицу. Поначалу птица летала. Было, в принципе, неплохо. Она летала поверху. Земля была очень сильно замерзшая. Под низом был лед. Сверху насыпал снегом. Вообще было некомфортно по этому месту ходить. Я расставлялся очень долго. Вышел, в принципе, не так рано. Но, тем не менее, я к 8 часам только расставился и начал ловить. Ну, а поскольку надо было собираться в этот день ехать домой, я, естественно, вышел ненадолго половить. Буквально, там, может быть, пару часов половить птицу. Попробовать это место. Ждал я птицу. Сразу птица моя принялась кормиться. Я насыпал им кушать. Я ее насыпал кушать несколько раз. И решил, соответственно, поставить, пока они едят, мобильный телефон. Чтобы он там что-то пиликал, смолил, чтобы он приманил какую-то птицу. Вот сейчас вы видите, как некомфортно было забираться. Я, как назло, еще забыл дома свои рыбацкие сапоги. У меня есть в сапогах ставки, скрипки, которые обходят по льду. И я их оставил дома, к сожалению. Тут, конечно, было бы много проще. Видите, пока я выправлял оску, с уголом с левой стороны птица слетела, с верхних кустарников. Можно было поставить оску сверху. Вот видите, опять улетели. Но было бы некомфортно. По ветру, имею ввиду. Вот пролетели щеглы, ребята. Ну, и здесь, конечно, первая птица. Я же, естественно, думаю, сейчас выгляну, посмотрю, где она там. Ну, а поскольку у нас снег наст, хруст произошел под ногами, и птица, видите, почему резко улетела. Но один щегол попался. Если бы я не выглядывал, возможно, попалось бы еще какое-то количество птиц, но тем не менее. Есть одна птица, ребята. Но я, блин, тупанул чуть-чуть, конечно. И поставил... Короче, они меня увидели, и начали текать. Ну, один... А, щегловка. Щегловка. Ну, в общем, принял во внимание то, что, в принципе, когда пролетает пицца Сова Санянда, спрятался в кустарник, вот прилетели еще щеглы. Мой щегол, естественно, их позвал. Ну, вот, смотрите. Бац! И попадается одна птица. Причем так хорошо попался. Сейчас посмотрим с другой стороны. Бамс! И встрял. И плохой, в принципе, попался щегол. И плохой, в принципе, попался щегол. верхний карман такой щегольчик да щегольчик утро продолжалось прилетали опять птицы как видите опять прилетали на это дерево с правой стороны там два дерева таких небольших и вот бамс ударился и вылетел это был чижик сейчас посмотрим с другой стороны видео кусочек фрагмент вот бамс провалился в ячейку видно или там может дырка у меня в воске я уже честно не знаю смотрите замедлено чижик видно зелененький и выскочил чижик его манил манил кричал кричал пел пел но он так и не вернулся в принципе в этот день была разная птица прилетели репелки но они правда в кадр не попали там чуть чуть дальше будет пару моментов где репелки так же сама садились на это дерево ну скажем так место в общем неплохое но я не знал на какие деревья будет садиться птица и все таки может надо было поставить на верху оску чтобы она именно с тех верхних деревьях прямо на зерна смесь садилась возможно надо было сделать так в том местах где показывал видео второе где нашел там дорога очень близко и часто проезжает транспорт люди все таки ездят там по чуть-чуть ходят бегают собаки ну я не стал там ставить во-первых не задавали люди лишние вопросы что ты тут делаешь и вообще вот эта суматоха как бы была не нужна и так тут слышно было там дальше будет слышно как собаки гавкали гуси ходили чей-то с дома ну короче им словом не сильно спокойное местечко такое а за много ручком принципе было неплохо комфортно и ветер не так задувал в принципе оно в ямке если я поставил оску наверху ветер бы туда сильнее бы дул бы и ну не знаю я утром пришел просмотрел два места то и то но все таки решил ставить здесь выходил я ребят ненадолго поскольку в этот день надо было собираться ехать домой я вышел буквально там может часа полтора два силы постоял поэтому принципе не такое не небольшое видео записал для вас посмотрите распится с той стороны видно и хищник смотрите его погнал и я тоже прогнал его если бы не прогнал хищник мог бы атаковать моих птиц не хотелось бы пришлось нужно некоторое время отлучиться я буквально там отлучился переоделся сходил поскольку пока расставлял оску лазил послушайте снегурки мои кликают и здесь за кадром не видно было одна деревья дальше там деревья такие есть небольшие там тоже такая дорога проходит заброшенная и вот на тех деревьях на вертолетиках самолетиках называется деревья не знаю не помню ребят подскажите в комментариях сидели снегири но суда они не перепускались снегурки их звали хотя снегурка свежепойманная на редкость работает в принципе неплохо я думал она принципе будет работать хуже но как оказалось она такая крикливая и счета и щегол их тоже звал и и так далее так далее но они считать сюда не хотели аж никак с утра как вы заметили по видео пускался снег если честно я думал что вот слышите как снегурки начали крекать думал что вообще не получится половить были такие моменты снег пустился перестал слышите как снегурки манят манят но на чистую открытую местность снегурки лететь не стали совсем в принципе то и понятно они не особо охота выходят на чистые места здесь вообще прям хорошо слышно хотел я поставить с той стороны зерна смеси находил там сикория хотел поставить но земля как я сказал дубовая ужасно мармер зла и зерна смесь поставить никак не получилось поэтому я мусор склеток просто высыпал на эти пригорки его трошки еще снегом правда присыпало конечно я когда пришел земли кусочки земли эти были чистые вот ну а потом всех пускался некоторое время и приходилось выходить воску еще потрушивать потому что и остановилась заметно все и заметно в общем пару часов утра пролетела очень быстро слышно да там гуси собаки ты теперь стоял наверху то вся эта компания мешала бы ловить птиц сто процентов если честно я думал что здесь в этих местах птица не пуганая что спокойно охотно будет идти ты идти воску будет отзываться на манную птицу которая у меня есть но ребят нет скажу что репелки и вообще даже не при не перепускались в эту сторону не вообще практически не хотели даже спускаться сюда заболе на отрез хотя как ни странно вот за все утро поймал вашего причем с верхней точке четко вниз пролетел козырнул первый второй просто лопался случайном уж разворачивался ну вот смотрите как я красиво лег но это один из моментов когда я там шлепнулся по итогу то что не попало на видео я упал раза наверно три-четыре наверно шлепнулся это я упал на правую сторону а пару раз было я упал на левую сторону аж забил себе руку плохо было видно как упала с той стороны птица эти честно но чижик попался такой черненький неплохой видите как изменилась погода опять птицы пролетели об на кустарник наверх назад и еще раз бамс и есть я думал что то интересное но это оказался наш старый друг зеленых долго сидел что-то вал попался все собираюсь монах хотел же было собираться пролетел еще некоторое количество птиц я поставил еще с мобильный думал она еще чуть-чуть поставлю мобилку нехай смолит и вот опять видите опять это же дерево садится птица на него выбирает это дерево и потом кругами изучает где там поет птица ведь и раз на зерна смесь села с краю если бы не было ветреной погоды я бы поставил булоску наверху это возможно было бы немножко лучше но посмотрите сейчас полетела птица если честно я даже не знаю кто это предполетел с левой стороны видите там положил подсолнух в этом собой просто был силе и кто-то принялся семечку кушать но подозреваю что тоже был зеленушек потому что на мобилке там праздная птица а именно семечку как я заметил очень изрядно выклевывает зеленухи они хорошо и потрошат они крупные сами по себе птицы чего не так чижики таким более вот они чижик я на пицца крупнее ну а другие птицы в этот момент видите сидели на пересадке сверху наблюдали если честно думаю он попадется но он не попался видел я в этом поле овсянки летали камышовые и видел я в этом поле еще летали хохлатые жаворонки в общем народ на этом все всем пока ставим комментируем стал тут скользко невозможно ходить я раз пять уже нахитнулся поэтому еду я домой были до снегири прилетали но они даже сюда не подходили вообще это по деревам лазили сзади не спускались то понятно что не такое место вот нашел место где есть куча пасметушек полевых жарованком наверно за ними пойду скоро в этом месте и при пилке также были все ребят на этом все всем пока стану комментируем потому что нужно собираться нужно ехать домой ну каще как-то так все всем пока продолжение будет обязательно в следующий выход это будет за снегрями и видео про белоголового щегла я покажу на канале пока